Всем хай, с вами Алена, и сегодня будет реакция на очередную неадекватную тянку. Ну и вы не забывайте подписываться, также напишите в комментариях, как у кого дела, обязательно всё прочитаю. Ну а я не буду томить, погнали! Привет, меня зовут Аня-тян! Давненько у нас не было Ани-тян, ну и тебе привет. И у меня есть парень! Почти у каждой тяночки есть парень, я в шоке, откуда они берут этих парней? Я вообще не удивлюсь, если Татьянка скажет, что её парня зовут Ваня Забивной. Его зовут Вася Забивной! Ладно, я говорила, что это меня не удивит, но это меня удивило. Вася Забивной, как я поняла. Ну, а почему Забивной? И у меня с рождения такая кожа! Я рисую себя! Ну, то, что ты рисуешь себя, я вообще не удивлена, потому что на что-то больше фантазии просто не может хватить. А кожа у тебя вроде бы обычная, даже не синяя. Вот это вот меня реально удивило. У меня такие волосы с рождения! И хочу вам больше сказать. У меня прядь розовая с рождения! Да, конечно, моя хорошая с рождения, но вообще, мол, сказочница-то моя. Вообще, если не ошибаюсь, когда дети рождаются, то они без волос. Вроде бы, наверное. И волосы такие. Так что завидуйте молча, сейчас их буду разукрашивать. А в чём смысл, чтобы им кто-то завидовал? Типа, чему завидовать? Ну, ладно, я это никогда не пойму, потому что, ну, я никогда не пойму эту логику тянок. Ой, подождите, сейчас чихну! Это, ребята, капец, такого не ожидала даже я. Но тянка ультанула. Там у тебя всё хорошо? Отхиживай! Извините меня, пожалуйста! Да всё хорошо, давай ты, не умирай больше! Так, сейчас чуть-чуть осталось. Я дорисую его, и у меня очень красивые арты. Не знаю, мне кажется, что сейчас будут многие не согласны с моим мнением, но всё же я это скажу. Мне кажется, что она довольно-таки красиво рисует. И хотите, если спросить у меня, сколько стоит арт один? Простите, но именно вот этот вот фрагмент, там, где она говорит цифру, я не буду вставлять, потому что она там называет валюту страны. Ну, а я не хочу, чтобы в комментариях у меня был капец. Сейчас нарисую свои прядки, но у меня вот такое. И с другой стороны у меня тоже. Ну да, конечно. Ей просто лень стала с другой стороны вытирать это розовое пятно, и она сказала, что у неё две таких прядки. Ну, вообще, гениально. Вау, круто, вообще классно. Как такие родители ещё не сдали свою дочку в детдом, потому что... Что? И они мне купят скоро новый дом. Что? А зачем ребёнку? Сколько? Я не знаю. Давайте припустим просто 7 лет дом. Типа, ладно. Сделай вид, что так нужно. Потому что мне уже целых 7 лет. Что, офигеть, капец, тебе аж целых 7 лет. Стоп. А я ведь угадала её возраст. Так, ребята, записываемся. Кому это погадать? Я учусь в первом классе. Я слишком совсем взрослая. Вообще, конечно, я не спорю, взрослая. Кому-то не всё равно на то, что она говорит. Ну, ждите вторую часть. Всем пока! То настолько маленький словарный запас, что сделать всё в одной части просто лень. Ну ладно. Капец. А ждите вторую часть. А где мне эту вторую часть брать? Я просто уже забыла, где я эту тянку брала. То ли в ТикТоке, то ли у себя в Телеграм-канале. Кстати, кто хочет, чтобы я сделала реакцию на вашу тянку, тогда обязательно кидайте её в мой Телеграм-канал. О, ладно, раз эта тянка сказала нам пока, потому что ей лень дальше озвучивать, я тоже буду с вами прощаться. Давайте всем до новых встреч. Пока-пока!